На русском ютубе хранится фиговая куча роликов на разный вкус и цвет, но среди них есть не так уже много тех, которые действительно стоит посмотреть. Перед началом видео отмечу, что места распределялись на основании лайков на комментариях по допросам в нашем паблике ВК. Если их количество оказывалось равным, позиции распределялись по личному усмотрению автора. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня мы представляем топ 100 видео ютуберов, обязательных к просмотру. Сотое и девяносто девятое место достаются видосам Шиморо по PUBG. Эй, йоу, всем привет, братишки и сестренки, с вами как всегда Шиморо, и добро пожаловать в PlayerUnknown's Battlegrounds. И самому популярному ролику Хэппи Ульфа по SCP. Зато тут можно за всеми понаблюдать, даже за монстрами. Девяносто восьмое место. Декстер, богатый школьник, живет жизнью бедного. Знаешь передачу Пьянка-селянка, так это то же самое, только школа эдишн. Чувак, это петух. У нас полстраны такие. Это петух, охренеть. Девяносто седьмое место. Magic Five, ночь в закрытом магазине. На сутки в закрытых магазинах зависали еще до них, но фокусы параллельно не показывал никто. Чувак, что ты делаешь, ты как будто... Девяносто шестое место. Optimus Gang, ужастик. Пацаны делают полнейший трэш, но блин, почему это смешно? Так, давай, дурочка, посыграем и демонов будем вызгонять. Мне кажется, по-моему, демон насрал на меня в туалете. Девяносто пятое место. Игорь Вайтенко, уровни отжиманий. Это, конечно, желательно не только смотреть, но еще и попытаться повторить. Но для начала и поглазеть можно. Девяносто четвертое место. Сметана ТВ. Парни пытаются угадать рифмы Бузовой. Просмотр этого ролика стал первым и последним случаем столь долгого прослушивания творчества Олечки. Смотрим на небо и о любви мечтаем. Боже мой, пош... А дальше у нас идет Хаймен с его видосом, что купит подписчик за 24 часа. Моргенштерн с клипом «Делать деньги вот так». Делать деньги вот так. Ну и мы, Телблогнет с культовыми ЧАРД-90. Телблогнет приглашает вас проникнуться ностальгией и узнать, какие вкусные вещицы были заветной мечтой миллионов детей в те далекие годы. Девяностое место. Юлик. Мама отличника. Прости. Мама, прости. Восемьдесят девятое место. Джи Фрайт. Месяц в психушке. Отличная анимашка после просмотра, как будто сам в дурке побывал. Восемьдесят восьмое место. А4. 24 часа в батутной арене. Оно обязательных просмотру хотя бы потому, что именно с этого видео Влад выстрелил и собрал без малого 11 миллионов подписчиков. Восемьдесят седьмое место. Кладовая Бэкста. Финал Субнатики. Прикольный летсплейщик по нетривиальной игре. Залипнуть можно. Восемьдесят шестое место. Муис Тайм. Блог Зи Зомби Апокалипсис. Представь, что ты смотришь обычный видеоблог, только ведут его люди из мира Зомби Апокалипсиса. Собственно, зачем представлять, когда есть вот такой проект? Двигаемся на юг. Идем уже третий день. Хочется жрать. Восемьдесят пятое место. Пучков. Является ли Россия цивилизованной страной? Весьма противоречивый видос, подорвавший не один пердак. Но мнение Гоблина на этот счет послушать интересно. Восемьдесят четвертое место. Сын Дук. ГТА 6. Первый взгляд. Что это как не самый лучший трейлер новой ГТА? Восемьдесят третье место. Масленников. Кто последний вылезет из гроба? Эксперимент довольно уникальный. Такого еще никто не делал. Тут одна игра колясика тянет на Оскар. Тем более он, кажется, вовсе не играл. Пошли в нахуй. Восемьдесят второе место. Зебра. Разрушитель на ранчо. Однозначно респект блогеру за перевод. Годный контент для тех, кто увлекается оружием. Восемьдесят первое место. Игорь Линк. Готовлю коммунистический суп. Так, так, так. Что тут у нас? Кулинария с привкусом красного террора? Должно быть вкусно. Кто ты? Кто ты испортил суп? Он отвратительный. Он несъедобен. Как это? Восьмидесятое место. Герман Эль Классико. Амкал. Честно говоря, я удивлен столь низкой позиции этого ролика. Ведь Герман стал первым, кто классно раскрутил масштабную тему собственной команды. Дальше идет парочка роликов от сливок. Самый высокий снеговик. И как выжить на ноль рублей в качестве пособия по существованию для студентов. Семьдесят девятое место. Дневник еврея. Закуски под фильм за один доллар. О, а вот и еще один способ сэкономить бабла. Идеальный варик для бюджетов. Зарплаты в двенадцать тысяч. Семьдесят восьмое место. Четкий пацца. Пародия на фейс-юморист. Годная пародия на весьма годный, как бы это ни было странно, клип фейса. Будь мой тернист, я таксист. Втречи платишь больше, якшо ты турист. Семьдесят седьмое место. Нестор. Как детям внушали ненависть к СССР. Если что, эта телега подается через призму разбора фильма Мэри Поппинс. Звучит жутковато, но после просмотра ролика начинаешь немного иначе смотреть на вещи. Семьдесят шестое место. Ян Топлис. Почему искусство стоит так дорого? Ролик стоит посмотреть всем, кто за десять минут хочет узнать максимум инфы о картинах. Потом можно будет понтоваться перед кентами. Семьдесят пятое место. Уорлд Кот Бегемот. Что это вылезло из тумана? Отличный видос для тех, кто любит пощекотать свои нервишки. Семьдесят четвертое место. Ван Зайд. Двести тридцать три килограммовый сэндвич. Несмотря на то, что никто его не упомянул, разве блогер за свои старания в течение целых четырех дней не заслужил теплое местечко в нашем топе? По-моему, это супермасштабно. Просто сравните меня и этот сэндвич. А дальше у нас расположился Максим Монахов. Сразу с тремя роликами, как выбраться из четырехметровой ямы, кольчуга из монет и корабль из картона. Это всего лишь бумага. Семидесятое место. Слово пацана скупил продукты у бабушек. Видос, который показывает, как правильно помочь старикам, чтобы и приятно сделать, и их чувство самоуважения не задеть. Шестьдесят девятое место. Моргенштерн. С подписчиком на море снимать клип. Похоже, у Олли Шера, несмотря на всю его взбалмошность, действительно доброе сердце на подобные поступки способны далеко не все блогеры. Шестьдесят восьмое место. Знакомьтесь, Боб. Революция. Одна из самых популярных и грустных серий Боба. Слишком впечатлительные могут расплакаться. Шестьдесят седьмое место. Сатир. Пародия на Давидыча. А тут наоборот. Нефиг делать разоржаться. Схожесть один в один. А я скажу, что это петушиный поступок. Петушиный? Понимаешь, что ты сделал? Ты, по сути, взял видос авторитетного Давидыча, вставил туда в уголок свой тупой еб... И это уже получается, типа, твой видос? Я прям понимаю? Шестьдесят шестое место. Бэт Комедиан. Временные трудности. Тут абсолютно согласен с подписчиками. Один из моих любимых обзоров Евгения. Здорово разбил по камушкам это псевдомотивирующее кинцо. Ну что же, трудно, конечно. Но это всего лишь временные трудности. Шестьдесят пятое место. Навальный. Он вам не Димон. Даже тому, кто плюется от политики, смело рекомендую посмотреть. Во-первых, чтобы хоть на капельку представить масштаб трендеца на верхушке. Во-вторых, чтобы заценить титанический труд Алексея и его команды. Шестьдесят четвертое место. Вдуть. Калыма. Родина нашего страха. Честно, я офигел от того, что ни один человек даже не обмолвился о шикарной документалке Юре. Было бы преступлением не добавить его работу в наш ролик. Рядом стоял велосипед, все покрылось изморозью. Его, бедного, разбудили, достали. И сейчас последняя информация, что его везут в Магадан в больничку. Обморозился. Шестьдесят третье и шестьдесят второе место заняли ролики Арзамас о Древнем Риме и Древней Греции. Несмотря на то, что эти видосы в комментах тоже никто не упомянул, я решил включить их в топ чисто от себя. Действительно годные. Как там говорят. За двадцать минут узнал больше, чем за одиннадцать лет в школе. Шестьдесят первое место. Холдик. Открытие сундуков. Думаю, любители Бро Старс заценят, как он выбил всех бравлеров. На шестьдесятом и пятьдесят девятом местах у нас висят Флодар и Линч. Первый залетел в топ благодаря открытию всех тайников в тенях Чернобыля, а второй может похвастаться своим шоу про зомби-апокалипсис в Майнкрафте. Пятьдесят восьмое место. Кузьма. Обзор сырков. Как можно покупать сырок, предварительно не посмотрев этот гениальный обзор? Бред какой-то. То, что вы сейчас увидите, возможно, сведет вас с ума. Вы изменитесь. Станете абсолютно другим человеком. Я не могу гарантировать, что с вами произойдет. Ведь буквально, через несколько мгновений, вы лицезрете одно из самых серьезных видео на моем канале. Обзор сырков. Пятьдесят седьмое место. Опасный канал. Развел одноклассницу на выпускном. Вот это я понимаю, скетчи жизненные. Батя тему говорит. На пятьдесят шестом и пятьдесят пятом местах разместился Мормок с видосами Палец Ярости и Проблемный Робот. Первый – это отличный туториал, как одним пальцем ложись на пол всю кафешку. А второй показывает проблемные отношения человека и машины, почти как в Терминаторе. Пятьдесят четвертое место. Туд Ротс. Четырнадцатилетний двойник МБП. Но раз аудитория не определилась с видео номер один в исполнении пацанов, то пускай это будет выпуск про маленького МБП. Шкет реально делает ветер. Пятьдесят третье место. Аниматор Сноумен. Кантри Боллс. Думаю, лучшим роликом о странных шариках является первый сборник. Здесь все самое важное. Ух ты, очередная порция быдла боярышникам траванулась. По-любому, даишь, постарался. Или Америка, которая постоянно в подъездах гадит. Пятьдесят второе место. Мяч Продакшн. Топ-10 антисимулянтов. Поскольку подписчики здесь тоже не смогли определиться с лучшим топом Сани Журавлёва, мы поставили этот видос, который демонстрирует, что в современном футболе осталось место для честности и взаимоважения. Пятьдесят первое место. Академик Бентли Ультратанк. Это то, что стоит увидеть даже людям, которые не любят тачки. Дальше сразу на двух строчках снова расположился Мамикс. Точнее его видеопроверка монополии в Маке и аквапарк из скотча и крема для рук. Его обогнал Лёха Шевцов с видосами из серии «Как не быть быдлом» и своим любящим обзором на Xbox. 46-е и 45-е места достаются Хьюги с его видосом «Сталкер. Ветер времени. Часть 1» и «Лего Кофи», который хардкорно выживал против зомби в PUBG. 44-е место. И котика. Обзор Гарри Поттера. Сорян, все обзоры вставить не можем, но думаю, зрители блогера согласятся, что ревью Гарри Поттера – лучшее на его канале. 43-е место. Эдвард Билл. Помощь ветеранам. Честно говоря, рад, что в топ попал именно этот видос Билл, а не его горе-пранки. 42-е место. «Flynn Fly Target». Пленки из Акагамы. Тяжело выделить какую-то одну серию из трех. Отличный документальный фильм о ВИЧС-кассетах, которые еще каких-то 15-20 лет назад были обыденностью. Аж целых три следующих места от Apple Brian Mavs. Лучшими его видеоподписчики назвали переключатель жанров. «Брайн, будешь чай?» «Нет, ботан, он мне уже надоел». «Так и твоя бывшая говорила». Живу как Сим из «Симс 4» и свежий мини-фильм «Последняя кнопка». 39-е место. Купленов. «Алтласт». Думаю, подписчики не будут против, если я скажу, что лучшим прохождением хоррора в исполнении Димона стали видосы по «Алтласт». 38-е место. Паша Пелл. Борьба с контрабандистами. Тот редкий случай, когда все в курсе, что этот сериал – постанова, но ничего против не имеют. Снято ведь круто. 37-е место. «Панда FX. Кубок фиферов». Ролик прикольный, но каким макаром он набрал больше лайков, чем Амкал Германа. 36-е место. «Сатир. Песня про Ютуб». Мало того, что Илья офигеть как круто всех спародировал, так он даже закосплеил автора канала 55 на 55 и выкатил нефиговый трек. 35-е место. «Булкин. Моя новая тачка». Еще бы видос об этой ракете не попал в наш топ. Зря ее, что ли, Саня покупал. Следующую парочку позиций захватывает сливки шоу с лайфхаками для тюрьмы и вечным террариумом. Затрудняюсь ответить, что круче, но учитывая то, в какой стране мы живем, более практичное значение однозначно имеют уловки на зоне. 32-е место. «Крей. Сердца за любовь. Сорокалетний девственник». Что может быть лучше, чем деградировать, смотря шоу про деградантов, в подорные комментарии. 31-е место. «Дай 5 топ. Моё непопулярное мнение». Кстати, несмотря на всю непопулярность, видос не захейтили, так что ликер не зря рискнул пойти против системы. 30-е место. «Гейм 1. Святой разгон. AMD FX». Идеальный туториал для доморощенных оверлокеров или как разогнать свой процессор и не просить у матери денег на новый. 29-е место. «Растян. Как мы проходили военкомат». Респект ему за то, что не побоялся и рассказал о том, как пришлось показывать свой стручок незнакомым дядям. «Больше всего мы на комиссии боялись, чтобы нам в пестрон не сунули какую-то проволоку, ибо неадекватные особи из школы нас этим жестко припугивали». Дальше одной задницей на два стула уселся Димон Масленников. Стулья называются «Посылка с Даркнета» и «Сталкеры». 26-е место. «Телблогнет». ТОП-10 исчезнувших вкусняшек. А именно вторая часть, которая по сей день с 11 миллионами просмотров остается нашим самым успешным видосом. Целых три позиции далее занимает утопия шоу с роликами мифов, которые мы верим. Как оказалось, мы верим в любую херню, которую нам показывают. «Недикий запад». И ТОП-сикрет. Феномен электронного голоса. Общение с умершими. Когда мы слышим это словосочетание, на ум приходят всякие медиумы, колдуны, посредники между вами и загробным миром. А что если я скажу, что можно контактировать самому? 22-е место. Сливки шоу. Птичка из магазинного яйца. Определенно одно из самых милых видео на всем ютубе. И мы решили попробовать, сможем ли мы вырастить птичек из магазинных яиц в самодельном инкубаторе. И тут у нас снова Мамикс с парочкой его роликов «Полёт человека на воздушных шарах» и «Эксперимент с курицами». 19-е место. Hardplay. God of War. Нормальное местечко для летсплейщика. Хотя, зная любовь зрителей к Лёхе, я удивлён, как он ещё в первую десятку не залетел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. 18-е место. Дима Масленников. Спор на Мустанг. Отличный видос для фанатов Димона, которые хотят пощекотать нервишки, наблюдая за судьбой легендарной тачки. 17-е место. Brian Maps и ДК. Аферисты в сетях. Офигенная пародия. Классно, пацаны. Постебали наигранность этой передачи. 16-е место. Сливки в Чернобыле. Здесь тоже не было никаких проблем с атмосферой. Юре хорошо удалось погрузить зрителей в не самую приятную историю. Вон там была раздевалка. 15-е место. Ридл. Кто живёт на дне Марианской впадины? Думаю, наши подписчики, которые не смогли определиться с конкретным видео Ридла, согласятся, что это одно из самых топовых, если не самое. 14-е место. Дима Масленников. Гостбастерс. Как и с Ридлом, все видео мы добавить не можем. А вот тот выпуск трёхлетней давности, где блогер пересёкся с маньячилой, заслуживает местечко в топе. Стоять, с***. Кто такие, с***? Опустили, блядь, камеру, быстро! Быстро, с***, попустили свет. Опусти, с***. 13-е место. Ганн 13. Мама и сын. Вот это действительно социальные войны. До слёз. Мама, а чё на завтра? Жри. 12-е место. Делла Рензи. Тряси смартфон. Фигаси, пацаны нафлексили себе место почти в первой десятке. Так смартфон получишь, тут тряси, тряси смартфон, ты, я трясу, трясу страхом. 11-е место. Литвин. Восхождение на Эльбрус. Немногие ютуберы могут похвастаться таким достижением. Миха красава. 10-е место. Купленов на свидании. Димон на все руки мастер. И монстров мочит, и молодёжь учит, как женщин хомутать. Винцом я уже понял, что делать, окей. На, лови. Не попал, мать, извини. 9-е место. Супер Крастан. Самогон из страйков. Заслуженное высокое место для традиционного русского напитка в его современной модификации. Почему получается такое дерьмо? Пока что я ещё не разобрался, почему, но вот этот вот пи***ец начинает давать конденсат только при температуре от где-то 85 градусов. 8-е место. Слидан. Фотошоп для самых маленьких. Сори, все видосы блогера включить не можем, поэтому взяли один из наиболее ржачных. 5 Яндекс в Украине за блэки Порошенко, чтоб ты сдох. 7-е место. Один день глазами Мармока. Сколько их было роликов такого формата, но у Марина, как считают наши подписчики, получилось максимально круто. 6-е место. Ян Топлес, скрытые места на земле. Оказывается, такие ещё остались, и они не похожи друг на друга. Так что видос я посмотрел с огромным удовольствием. Я удивляю. Я в последние два года делаю выпуски и стараюсь максимально вас удивлять, а не смешить. 5-е место. Мамикс 10 тысяч литров колы. Это один из наиболее известных и любимых зрителями экспериментов Максима, так что тут без комментариев. 4-е место. Дима Масленников, мустанг. Ох, и натерпелся же Димон с этой колымагой. Но разве оно того не стоило? О-о-о, это моя тачка. Охереть. 3-е место. Куки в космосе. Для полного экспириенса советую посмотреть обе части. Не пожалеешь. 2-е место. Мамикс запустили колу на большой скорости. На удивление, именно кока-кольная пушка набрала больше лайков под нашим опросом, чем фирменные 10 тысяч литров. Не, ну летали бутылышки мощно. Вопросов ноль. И первое место. Ха-ха-ха. Слегка неожиданно. Кузьма. Пародия на беременна в 16. И вот он, заслуженный победитель. Никите Юлику просто идеально удалось передать атмосферу и высмеять это чертово ТВ-шапито. Я еще долго ржал после просмотра. И надо сказать, что актерское мастерство, ребят, сильно возросло. По сравнению с тем, что было там года 2-3 назад. А как ты отреагируешь, если знаешь, что я беременна? Ну, пойдешь сразу. Вот такой у нас сегодня получился обширный топ. Как считаешь, какой ролик должен быть выше в рейтинге, а какой ниже? Пиши свое мнение в комментариях и подписывайся на наш канал, чтобы первым узнавать о выходе самых крутых топов Ютуба. Ну, на паблик ВК подписывайся. Там мы постоянно вместе общаемся, проводим подобные опросы и смеемся над годными мемчиками.